Добрый вечер всем, меня зовут Вова, я алкоголик. Думал встать, но, честно говоря, не развернуться, я все-таки попробую. Я все-таки попробую говорить стоя, потому что я знаю, что так принято в сообществе, это дань уважения. Огромное спасибо вам, что пришли. Волнуюсь, кажется, кажется, что можно привыкнуть, в принципе, не так уж и много лет, не так уж и мало. Невозможно к этому привыкнуть. И очень радостно вас здесь видеть. Я еще сидел, попытался как-то сосредоточиться, чтобы поменьше болтать и побольше говорить. И чувство радости переполняет, потому что моя трезвость достаточно близка по дате к началу этой батьямской группы. И очень радостно видеть вас здесь. То есть, мне это говорит в первую очередь о том, что людям это нужно. Люди хотят быть трезвыми, и мало того, что просто хотят быть трезвыми, они хотят быть трезвыми именно в этом сообществе с помощью духовных методов выздоровления. Это замечательно. И мне трудно говорить, потому что я на прошлой неделе переболел каким-то вообще страшным вирусом. Никогда так не болел. Глаз, горло, нос. У меня ослабление на ухо. Я ничего не слышу вообще правым ухом. Это уже, не знаю, дней 5 или 6. То есть, ну, вообще просто. И это, ну, жуткий дискомфорт создает. Я как бы слышу себя издалека, немножко мешает. Но я постараюсь. Вот. И в добрый час у нас девочка, она сегодня пришла. Это показатель тоже такой приятный. Да, это как хороший такой подарок мне на юбилей. Старайся просто услышать. Не знаю, что умного я скажу. Понравится тебе. Обычно на первой встрече, когда человек приходит, мы делимся своими историями, каратиничка, да, чтобы человеку услышать стало интересно. Но это мотивация, чтобы ты пришла как минимум на еще одно собрание и напомнила, скажешь, а я в прошлый раз была, вы не рассказывали. Давайте-ка в этот раз. Так что приходи еще раз. Ну, стоит того. И последний год был очень трудным для меня эмоционально. Девять лет своих я вообще в такой провал провалился. Было столько нервотрепки, было столько событий. В принципе, событий-то на самом деле радостных, несущих перемены. Но поскольку это перемены, то я весь прям, меня в такую раздрась занесло. В общем, я не совсем сочканул. Я тут сочканул, но отметил свои 9 лет в Праге. Было очень здорово тоже. Было приятно. Вот. Но в этом году уже отмазки не канают. Придется что-то говорить. Э-э-э, каратенечка. Я бухать начал 15-16 лет точно, не помню во сколько. Сначала было эпизодически все это, да, ну, не удавалось там сразу напиваться по многу. Времена были такие, что не особо-то и деньги были на спиртном. Вот. Но я хорошо, ну, когда уже стал уздоравливать, я хорошо вспомнил свои ощущения. Я помню, что я очень хотел пить все время. Вот сразу, вот как только познакомился с алкоголем, я прям хотел бухать. Хотел. И когда я садился пить, у меня постоянно была тяга. Вот тоже я вспомнил потом последствия. Мне, честно говоря, когда первый раз до меня это дошло, когда я первый раз писал четверку, вот, у меня это дошло, и мне стало, честно говоря, страшновато. То есть я понял простую мысль, я алкоголик по рождению. Генетически это было заложено. А там уже дальше просто вопрос среды, воспитания, ну, семья, школы и так далее. Просто как это сразу развилось или не сразу. У меня не сразу так получилось. Вот. Значит, мы в 90-м с женой приехали в Израиль. Я очень правильно женился. Мне было 22 года и 18. Мы из Гомеля, из Чернобыльской зоны, поэтому утекали по-быстрому. Никто там особо не рассусоливался, никто ничего не ждал. Поскольку мы евреи, мы сразу, значит, ну, сделали документы с родителями, мы уехали сюда. Мы с женой поехали в Кибуц, и в Кибуце было весело уже. То есть там уже бухали полный рост. Вот. Я сразу достаточно быстро врубился, что спиртное в Израиле дешево. Я помню, что мы тогда пили водку стопка все дружно. Вот. И Кеглевич. И все это самое. Какая водка классная в Израиле. Это самое. Я помню, что когда я уже сильно пил, через много лет, меня так, чтобы заставить Кеглевича выпить, это было сильно постараться. Я лучше был готов пить Аляску, чем того Кеглевича. Вот. Но тогда, я помню, в первый год нам так нравилась, такая водка была роскошная, в нашем понимании. Ну и все. И как бы это не выглядело странным. Это потом уже, когда мне, ну, пришлось об этом задуматься. Вот. Я задумался и вспомнил, что была эта самая тяга, что я все время хотел выпить еще и еще, что я не мог ограничиться несколькими рюмками. Мне все время хотелось больше. Но это все было потом. А в те годы это не ощущалось. Это было нормально в той компании, в той среде, в которой мы находились. Мы были молодые, мы ездили друг к другу в гости. То мы в Хайфе в кабаке бухали, то мы в Аждоде в караванах бухали, то мы у меня в Блотьяме бухали. И вот так вот это все происходило. Вот. Разница была между мной и моими друзьями в основном в том, что ребята бухали по выходным, а я бухал между выходных. Сразу. То есть я как бы не представлял себе, а что ждать-то. Вот. Единственное, что сдерживала эта работа, семья не сдерживала никогда. Я вел себя нахально с самого начала. Я бухал много дома и, в общем, это все было достаточно отвратительно. Сокращая этот интересный период в моей жизни. Ну, было все, да. Было все, что связано с мелкими, так сказать, нарушениями, присущими алкоголику. Пьяное вождение многолетнее, штрафы, мелкие аварии, всякое такое. Вот. Какие-то небольшие драки, какие-то вечно скандалы, разборки. В общем, была куча всяких приключений. Было смешно. Я помню, что это всегда вызывало потом смех. Вот. Ее решено. Начинаешь это самое. Ну, стыдно, да. Начинаешь просто смехом, юмором забивать себе. Ой, как вчера прикольно было. Как я домой дорулил. Я не мог понять, почему жене не прикольно. Ей не было прикольно. А мне было весело. Ну, были эпизоды, когда она малую в машине сзади клала на пол и накрывала собой. А я, значит, вот от сестры мы ехали из Натальи. Мы с ее первым мужем покойным нажрались дупель. Он после этого на его спать загонял. А я ехал домой в Батьян. Вот. И я ехал, сколько машина давала. У меня была старая Хонда. Она больше 170 не ехала. Если бы ехала больше, я бы ехал больше. Вот. И я ездил по далеко не пустой дороге. Я ставил рекорды. У меня была Наталья Батьян 15 минут. Пьяный просто в дрезину. В никаком состоянии. С песнями все это. С песнями. Под лозунгом «Я пьяный вожу лучше, чем они трезвые». Вот так это выглядело. Ну, это просто, да, чтобы было понятно, что пил нормально. Вот. И, ну, симптомы настоящие уже такие запойные появились. Мне было лет 26, 27, 28 на тот момент. Я не могу точно вспомнить все это. Вот. Я не сказал, что все это происходило у меня с двойной зависимостью. Я очень много курил травы. Очень много. Я где-то году в 92-м, 93-м познакомился. Я больше курил. Ну, потом алкоголь взял свое. Я как бы сначала вышел на равных, да. В общем, мой день последние вот, последние пару лет перед тем, как я попал в первый свой репцентр, мой день рабочий выглядел примерно так. С утра стакан, чтобы как-то, ну, довезти машину. Косяк, стакан, стакан, косяк. Кое-как дотягивал до 10, там, до 11. Значит, опять стакан. У меня в машине лежало обычно. Вот. И вот так вот через каждые полтора-два часа то одно, то другое. И кофе, да. Много кофе, чтобы, значит, ну, не вырубиться. Я работал уже тогда за микроскопом. Как это я делал, я не понимаю до сегодняшнего дня, как я в таком состоянии работал. Ну, я работал. Кстати, неплохо работал. Вот. Потому что, ну, в общем-то, пил на свои. В общем, мы платили нормально. Поэтому, видимо, как-то все-таки работу я делал, несмотря ни на что. И вот так вот я в таком виде дотягивал до 5-6 часов вечера. А дальше уже, ну, как мать ляжет. Бывали эпизоды, когда я звонил своей жене, я говорю, типа, забери меня. Она говорит, откуда? Я говорю, отсюда. Как в кино, как в комедии. Она с пятого там звонка говорит, Вова, где ты? Я приеду, только скажи, где ты? Я говорю, наждоротер ушелая. Говорит, где наждоротер ушелая? Я говорю, тут. Она на такси проехала туда-обратно. Нашла меня где-то посреди наждорота ушелая, спящего на автобусной остановке. Ну, мне стало в автобусе плохо. Вышел и прилег. То есть, вот такое тоже было. Вот. Ну, в общем, так это все складывалось, складывалось. И я вот все пытаюсь вспомнить со своим этим примерно и наверно. Ну, в общем, это был 2001 год. Вот я помню, что, ну, когда взорвались близнецы в Нью-Йорке, мы еще с пацанами пили хорошо. Вот эта вот вещь пришла. Слыхали, что там в Нью-Йорке творится? Мы были в дрезину, пьяные на работе. Поэтому отсюда я делаю вывод по датам, да, отчитываю, что в этот год я еще пил. А на следующую, весной, значит, где-то в апреле месяце, я помню, дело было, попала первый раз в репцентр. Ренессанс. Тогда еще не было никакой Виктории. Старая вилла была в Гришине. Там, где сейчас он находится, через дорогу напротив. Там, где сейчас красивый новый район. Там была голая пуля, старая вилла, где мы выздоравливали. Но мне было очень стыдно, страшно, потому что я к тому моменту уже не исполнял достаточно. Уже и дома было очень напряженно все. Но главное, что я на работе. Там жуткий скандал устроил, с мордобоем, со свистом. В общем, было. Честно говоря, вот, ну, мне один там товарищ по утреблению потом сказал, когда я вышел с репцентр, он говорит, ну, ты красиво, технично ушел от увольнения. Что дальше? Я так разозлился на него. Думаю, что значит, я, типа, ну, я пить больше не буду. Я выздоравливать теперь буду. А на самом деле, когда он это сказал, я помню, вот, это подлинка внутри шевельнулась. Думаю, слушай, это точно красиво. Красиво рисовывался. Вот. И все. И я вот, если честно, да, даже в первом репцентре у меня все равно оставалась вот эта задняя мысль, что как бы, ну, как, что в сухую вообще? Что за бред? Я уж не говорю о том, что вся эта шняга про Бога вообще не легла никак. Ну, то есть, нормальные ребята были, приходили спикеры. Я уже столько раз свою историю рассказывал, но, знаете, уже пиши. Ну, на самом деле, так и было. Пришли ребята из анонимных наркоманов, назвали какие-то нереальные сроки трезвости вообще, частоты, да, 15 лет, я думаю, что в смысле 15 лет. Ну, я понимаю, человек перестал колоться. Это мне было понятно. Ну, в смысле, ни пива там, типа, ничего, ни травку покурить. А я на них смотрю и понимаю, что как бы они не свистят. Потому что ребята, видно, они спортивно, ну, выглядят бодро, цвет лица здоровый, они спортивные. То есть, ну, они не походили на употребляющих наркоманов. Однозначно, все с такими банками накачаны, все в адидасах. И вот я, блин, думаю, в смысле как, а что, а живут они как, а зачем они живут вообще, и что это вообще такое. Ну, это еще ладно, но они вот это глаза такие, раз, так загорается, высшая сила. Короче, сказал себе я, ну, я пить не буду, но с вами мне точно не по дороге. Но поскольку мне было очень страшно и стыдно, и больше всего я боялся каких-то последствий, да, и на работе, и дома, я просто, ну, боялся. Я все-таки на группы-то пошел. Я помню, моя первая группа была в Ришине, яделья, там, вагончик такой, он до сих пор существует возле пожарной части. Это была моя первая группа, из репцентра нас отвезли. И я получил первый в своей жизни белый брелок еще в анонимных наркоманах. Вот. Я до сих пор, кстати, храню, у меня было много брелков и медалей, я всегда все сдаю. Но один белый брелок у меня дома лежит, потому что я все-таки помню, что, ну, вторая зависимость к наркотикам у меня присуща. Но я однозначно давно определился, я алкоголик, да, потому что, ну, в принципе, алкоголь был всегда любимым веществом, всегда. То есть наркотик присутствовал наверх, чтобы догнаться, чтобы не пить наркотик был, да, чтобы как-то с похмелья сняться, вот так это выглядело. Но алкоголь всегда был на первом месте, мне всегда хотелось именно нажраться, набухаться, именно по водочке пройтись. Вот. Окей, после первого репцентра я ничего тогда еще не предпринял, кроме того, что я несколько раз ездил на группы, я вскоре развязался, точно не помню, но несколько месяцев у меня это заняло. Было очень стрёмно, очень это все было неприятно, в душе вот такое разваление личности пошло, что вроде как это, ну, типа я же обещал, я, ну, я слово давал. И, ну, и сразу, значит, как только вот я выпил первую эту самую какую-то, я не помню, как я развязывался, все время рассказывал один эпизод, я не уверен, что это был первый эпизод, да, что я выпил там сразу, сел заплакал и все, да. И вот я помню, что сразу вот алкоголь попадает, буквально первую вот это минута, две-полторы, вот сидишь, вот такое ощущение собственной гнусности, да. А ровно через минуту вот это зашло, все, уже, все, уже мир прекрасен, как бы, уже, как-то, ну, да, все, короче, а если не все, тогда давай вторую, и тогда уже все, короче, и все, короче, да. И на бровях домой начиналось там, ну, очередные разборки, а что ты же говорила, ты же не это, и начинается вот эта вот херня, типа я только пиво, была у меня такая фишка, после всего выпить сверху пиво. Я говорю, ты что не понимаешь, что от меня пивом пахнет, даже, ну что, у тебя нюх пропал, говорю, ну, я пиво пил, ну, да ты на ногах не стоишь, я устал, и я, ну, и так далее, и так далее. Вот, все это в семье, все это при ребенке, спонтом на кухне, и так далее. В общем, были заскоки эти, я помню, вот это вот в 9 утра, мы жили недалеко от Батьямского Тифтама, вот в 9 утра, в Шаббат, да, у тебя, без 5-9 я уже был там, без 5-9 я был там. Единственная целью тока пива, у них там было пиво за 5-6, тока, я тока пиво, я тока пиво. И вот после этого тока пива я мог прийти домой в 11, ну, короче, уже абсолютно никакой. И все это продолжалось на фоне моих заездов в репцентр, то есть сначала это было где-то раз в полгода я залетал, потому что, ну, край был, да, как бы выхода не было. У меня истерики были пьяные, я залетал в такие состояния, что как бы других вариантов просто не оставалось. Вот, и с каждым последующим разом, ну, я больше и больше понимал, что что-то не так. Вот, я чувствовал, да, когда говорили о выздоровлении, когда говорили о безнадежности заболевания, когда говорили о том, что зависимость это дело гнилое, что это, в принципе, смертельный исход однозначно или дурка, да, я чувствовал это уже, я это уже чувствовал. Но как только ты трезвеешь, проходит неделя-две, там, сколько, ну, в зависимости от, из репцентра выходишь, думаешь, да, слышишь, ну, начинается опять. Ну, хорош, короче, ну, со мной не так, все, я не такой. Но, тем не менее, я на группы ползал. И, по-моему, после третьего репцентра, опять же, мне трудно сказать, я на таком кураже, думаю, ладно, пойду я на ваши эти шаги. Это была моя первая группа шагов еще у анонимных наркоманов. Кстати, что интересно, несколько человек еще с тех времен, с той плеяды, остались чистыми. Вот, ну, для прикола, кто знает, Эдик Малыш был с нами в той группе, то есть мы были вместе на шагах с ним когда-то. Кто знает, этого человека, знаю, о ком я говорю. Вот, и тоже ничего не получалось. Я исполнял уже и во время шагов, и в до, и после. Дальше у меня была уже череда такая, я уже брал спонсоров просто. Вот я сидел, приходил после очередной пьянки, приходил на Энеришинский. И что интересно, я на Батьямском Эней был буквально в считанные разы. Я из Батьяма ехал в Ришин. Почему? Потому что там были пацаны, которых я лучше знал. То есть вот так я относился к поздравлению. Я чисто ехал потусоваться, поговорить с пацанами, которых я знал. Вот, и, скажем, эдак пятый или шестой репцентр появляется Паша. В рамках служения анонимных наркоманов они его пригласили. Они были тогда, у Паши было 3 с небольшим года трезвости, у Больки 2 с небольшим года трезвости. Они открыли группу в Тель-Авиве. Вот появляется Паша, значит, мы сидели уже в Барбанель, переехал Ренессанс. И нас еще, значит, уже была Виктория, уже был третий этаж, значит, наш кооператив политический уже были на третьем этаже. Вот, но тем не менее служения-то не было алкогольного. Одно время с дизингов приходили люди, но оно так, на иврите не очень катило, половину не понимали. И оно недолго продолжалось и зачахло. Вот, таким образом нас продолжали с третьего этажа водить на служение, ну, какое-то служение же есть, на служение анонимных наркоманов. А вот появился Паша, я впервые услышал о том, что есть группа анонимных алкоголиков на русском языке. Я стал появляться. Параллельно с этим я начал ходить на дизингов, потому что, ну, других вариантов не было. Дальше такая чехарда воспоминаний, я никогда не могу точно вспомнить. Где я там, куда срывался, когда срывался, который по счету это был рип-центр, куда я ходил. Я только помню, что у меня, значит, был и Виталий у меня был спонсором, еще кого-то я брал, там буквально со второго занятия улетел. Потом, наконец, у меня пошел какой-то период стабильности после очередной... А, параллельно, короче, перескакиваю. Жена меня, конечно, выгнула к этому времени уже давно. Значит, я уже в Киилу успел сходить, удрал оттуда с Киилы, пожил у родителей в Афоле, потому что уже край был такой, что дальше идти было некуда. Уже там не работай, нифига ничего. Я не оказался на улице, потому что, ну, спасали родителей, сестра там вписывала, спасала и так далее. Но, в принципе, как бы я уже не в состоянии был нормально зарабатывать себе на жизнь. Вот этот кусок в Афоле после Киила я около года у родителей прожил. Это был вообще страх страшный. Я всегда привожу в пример, это было самое страшное, я считаю, для алкоголика, когда ты пьешь столько, сколько надо, а не сколько хочешь. Надо было мало, чтобы мама не заметила. Я уже сто раз рассказывал, кто слышал мою историю. Под кустом лежала бутылка джин, она была горячая. Он не пился не потому, что крепкий, а потому, что был горячий. Вечером я залазил на гору, вон там, я не знаю, сколько, градусов 60, ну, как чай, да? Я покупал в русском магазине. Почему джин? Я же уже был знаком с программой. Там было написано, что Билл пил джин. И мало того, он елкой пахнет, я думаю, мама не почувствует. И, значит, я в русском магазине покупал бутылку этого джина дешевого, а одноразовые стаканы шугался покупать. Потому что джин я выпивал за несколько дней. Ну, нормальный ход для русского мужика работяги. Да, одноразовые стаканы алкаш скажут. А потом же соседи, родители узнают. Короче, одноразовые стаканы лед. Поэтому одноразовые стаканы я находил в тех же кустах, в них ползали муравьи, я споласкивал. Это же алкоголь, а что? Я же дезинфицировал. И вот я выпивал стакан этого горячего джина, у меня текли слезы и сопли. Я закуривал, я весь потный, это надо было пройти километр в гору, чтобы добраться до этих кустов. А сколько раз было, что я забывал, в каком кусте. Это ж троица такая. В общем, кончилось это тем, что мама в какой-то вечер говорит, сыночек, пей дома, раз ты уже пьешь. Как ты знаешь? Она говорит, по кустам шарашишься, все соседи сюда просто рисовали. В общем, там были приключения, я помню, что там мама меня не пускала, я зашел в запой, я ломился через гору, через колючки, босиком в магазин, где деньги взял. Я ничего не помню. Я вот только помню, что я в какой-то момент приехал, потом уже трезвый, говорю, мама, чего у вас такой беспомтовый календарь отравленный? Она говорит, сыно, ты не хочешь знать. Я говорю, я хочу знать, что я говорю, нормальный календарь. Папа с помойки принес? Она говорит, нет, это был нормальный календарь. Это Лена, сестра, с работы привезла. Я говорю, что, ну скажи, ты не хочешь. Я говорю, хочу. Ну это ты бился в него головой, кулаками, кричал, чтобы я тебя отпустила за водку, и ты весь календарь порвал. И до меня доходит, да, что я же не головой об стенку бился. Пьяный-пьяный, но голова срабатывает. Надо же в календарь головой, чтобы не разбить башку. Вот до такой степени, да, алкоголизм. Винусная штука вообще, когда ты всем стараешься показать, ну, как тебе плохо или как тебе хорошо, не важно что, важно, что ты все равно не настоящий, ты все равно что-то показываешь, как бы то ни было, да, вот пьяный совсем все равно исполняешь, все равно это роль, все равно ведешь какой-то сценический образ, и вот это главная цель, исполнить красиво по пьяни. Вот это, в принципе, основная задача, красиво исполнить. В общем, вся эта черехарта событий в какой-то момент привела меня к тому, что я остался жить в хостеле и, наконец, остался трезвым. Это было 13 с лишним лет назад, в августе, я помню, как сейчас отлежал, это получается в августе 13-го, да, не помню, неважно сейчас по годам вспоминать, нет, не 13-го, на 3 года меньше, 14-го, 11-го, вот так получается, неважно, где-то там. Вот, я взял себе спонсора на иврите, потому что русских тогда еще толком не было. У нас, в принципе, вот Денис тогда начал выздоравливать, с Колей Голубей, из тех, кто сидел здесь, Боря подтянулся, переехал в Хулон, стал сюда ходить, то есть группа здесь с Батьями уже более-менее сложилась к тому моменту, я ходил на дизингов и сюда. Вадик с нами был, он пропал на кране, повис там и не видно его, но, насколько понимаю, трезвый, но он очень много для начала. Ну, кто был, видел, Андрюша еще с нами был, выздоравливал, чуть позже Лена пришла. И вот так вот мы здесь скучковались, у нас было немного, иногда эпизодически приходили кто-то еще. Чуть позже пошли ребята, вот те, у кого сегодня 7-8 лет, они чуть позже пришли, значит, и уже остались трезвыми. Вот, но дело не состоялось, к сожалению, потому что я себе нашел хворобу другую. Я уже, будучи абсолютно трезвым, у меня было месяца 3-4 трезвости, я в шагах, мне нравилось работать с УЗИ, было тяжеловато немножко на иврите, но дело шло. И я нахожу себе вот эти пакетики наши знаменитые, спайсы, и я хорошо помню, вот точно как в книге написано, в небе не было ни облачка, я поперся гулять, я же одинокий, мне же скучно. Я поехал гулять в Тель-Авив, погулял по набережной, попросил, думаю, а что это за пакетики? Какие-то мордочки нарисованные веселые, вот это курительные смеси, думаю, ну слышишь, я старый опытный плановой, у меня за спиной 20 лет употребление травы, да, что мне больше? Ну это детская что-то, фигня какая-то, а приколоться. Я приколоться на 3,5 года. И все, у меня было поначалу, буквально каких-то пару недель было прикольно, потом был просто, ну опять же, ужас ужасный, я просто не мог остановиться. И я с таким кошмаром, я думаю, бля, это же не водка, я же не пью, в смысле я не могу остановиться? Я же не пьяный, одно дело, когда прет, одно дело, когда вставляет, и когда ломка физическая, да, ты понимаешь, что ты не выдерживаешь, надо идти похмеляться. А другое дело, когда в принципе, кроме моральных вот этих вот мучений, ничего нет. Ну ломка была, но она не такая, то есть я такие страшные похмелья выдерживал, на сухую там переламывался, на каких-то там бульонах, я не знаю, сколько раз я вот так вот переколбашивался, а тут не могу, и все, не могу, просто вот я понимание, полное понимание абсолютной безнадеги, абсолютной безосходности. И я продолжаю делать шаги, и я четвертый шаг написал, и пятый шаг пошел, узи сдал, и все, что только не исполнял, у меня служение было, я в Викторию ходил, обкурен и делал служение. Было очень прикольно, да, потом в какой-то момент меня так разорвало все. Вот, ну я не буду, сто раз уже рассказывал, пересказывал этот эпизод, ну так, сквозь, я просто в автобусе сел, обкуренный в дрезину, и на пашу дорвался. А я все шифровался, там на Алинге продавал, я думаю, сейчас вот точно вот накурюсь, кого-то здесь снова встречу. Вот, я все время так вот шугался. Я когда уже все это наконец закончилось с Божьей помощью, я потом так сам себе удивился, думаю, а что он шугался? Это же легально, можно было стоять просто и курить по сведению Алинга, это же не трава, а прятаться. Сегодня вон легализовали, так с каждой этой самой дырки воняет эта трава. А тогда я помню, что вокруг шука Кармель не было ни одной кучи собачьего говна, в которой я не наступил в темноте. Не было ни одного таракана, с которым я в подворотне не познакомился, я по всем нычкам стоял, вот это вот рассыпал, мастырил там вот это вот все, накуривался и ехал. Ну вот так вот я ехал и встретил Пашу, и мне что-то вдруг так стыдно стало. Я не могу объяснить, тут ну нету никаких объяснений, мне стало настолько стыдно, что я ну как бы раз и перестал курить и все. Я после этого еще там не помню, где-то с неделю я, по-моему, оставался уже чистым, и потом я еще раз не выдержал, купил, накурился, позвонил Паше, помню это самое. Там он так расстроился, говорит, жалко, ну что ты, ну уже зацепился. И я вот все, и после этого все. И как бы, ну у меня нет объяснений. Ну логического объяснения, как это все произошло, вот кто мне что новое сказал. Я все ждал, что, ну новый спонсор, какое-то умное слово скажет. Что-то явится мне, какое-то явление. Ничего такого не происходило, и поэтому я твердо убежден, что к каждому он приходит своим путем. Ко мне пришел так, да, очень по-бытовому, очень тихо и мирно. Все, с этого места я начал выздоравливать. Мне тяжело было. Я месяца три вообще не спал, так урывками по пару часов. Ничего, вот на таблетки не садился. Ну не захотел, вот не пошло у меня делать там с какими-то там антиэйтибили, даже снотворное нет. Только валерьянку позволял себе в таблетках. Вот, потом потихоньку начало все налаживаться. Нервная система была просто, ну вот, разорванная в клочья. Потом начало потихоньку все налаживаться, устаканиваться. Ну и все, вот, к сожалению, времени мало. Ой, через три месяца надо было взять Викторию. Кто-то с нашего делослужения забухал, я уже не помню, кто это был. Ехали в машине, Паша, я говорю, возьми служение. Я говорю, да куда я там обкуренный рисовался? Мне стыдно, мне неудобно. Не, ну надо. Я так это, не пойду. Походил неделю, подумал, говорю, ну пойду. Начал ходить. Вот, и я на сегодняшний день очень хорошо понимаю, ну особенно в начале дороги, как много дает служение. То есть ты делаешь что-то, что тебе не хочется делать. Просто все, да? Ничего такого сильно умного там нет. Просто идешь и делаешь то, что тебе хочется. Поскольку у меня язык подвешен, то у меня неплохо получалось донесение вести Виктории всегда. Слава Богу, да? Вот, и мне это начало нравиться. Когда я к тому же начал видеть людей, которые из Виктории начали идти сюда и начали приходить, и еще приходить, а потом снова приходить, вот это уже дело пошло. Вот тут я во вкус вошел, потому что стало понятно, что это не пустое просиживание штанов. Что мы не зря вот эту группку здесь открыли, и что не зря ходим в Викторию, что не зря еще что-то делаем, и оно происходит. Вот, ну а дальше что? У меня по сегодняшний день всегда есть кто-то подопечный. К сожалению, многие люди ушли, да? Ну некоторые люди, слава Богу, трезвые, просто им не понравилось со мной. То есть, ну я человек с определенной харизмой, мягко говоря, да? Не всем со мной легко, и не всем я понятен со своим чувством юмора. Они всегда адекватны, и неадекватными реакциями. Я однозначно знаю, что у меня серьезные эмоциональные расстройства по сегодняшний день остаются. Честно говоря, я с детства был такой взбалмошный. И я думал, что как только я протрезвею, это закончится, это не закончилось, я остаюсь таким. Есть минимальные изменения, но минимальное – это значит минимальное. То есть чуть-чуть я стал спокойнее, чуть-чуть, вот на столечко. Вот, и я, ну, сделал шаги, несколько раз делал дополнительную инвентаризацию, делал пятерку такую же по минимуму, да, там, по накопившемуся. Работаю с ребятами, работаю вживую, работаю по скайпу. У меня есть в России подопечный, у меня здесь подопечный. Ну всегда стараюсь, стараюсь не оставаться без служения, стараюсь не оставаться без работы по шагам. Вот, ну и подарки, да, вот подарок мой сидит. Больше четырех лет назад мы познакомились, тоже все это было. Чехарда событий, однозначно, не без его вмешательства. Я начал летать в Прагу, у нас все это затянулось на четыре года. Тяжело мне все это было выдержать. То есть мне каждое вот, ну, было множество препонов бюрократических, наших личностных каких-то обстоятельств, за которых мы ссорились там и так далее, да. Было много того, что можно назвать простым словом закидонов у меня. Просто, ну, закидоны. Вот меня переклинило и все. Не хочу и все, не буду, боюсь и все. В основном страхи, конечно, да. И было много моментов, когда приходилось просто утром вставать на молитве, господи, ну, только один день я хочу прожить и все. Ну, я не знаю, как сложится. Ну, вот я не знаю, там, у нас пойдут отношения дальше, не пойдут. Мы преодолеем это. Очередную бумажку надо, то в Россию надо было ехать живой, эти бумаги привозить, то еще что-нибудь, то еще что-нибудь. И я просто вот, ну, помню эти времена, да, встаешь утром, и ты понимаешь, что вообще ничего не хочу. Не то, что там не хочу трезвым или на группу, или еще что-то, вообще ничего не хочу. И бухать не хочу, ничего не хочу. Хочу просто вот лежать, превратиться в некое состояние, ну, дерева там, я не знаю, растения, и не трогайте меня вообще. Вот. И вот, ну, просто на молитве вылазишь, господи, один день, надо идти на работу, надо это, вечером надо на группу, потом еще день, потом еще день, потом еще день. Так вот оно и происходит. Я очень рад тому, что вы меня нашли вовремя, потому что на моих глазах умерло несколько людей, которых я знал и любил. Умер мой двоюродный брат несколько лет назад, умерло несколько человек, которых я уважал, инструкторов, которых я любил и слушал в три уха, когда они пытались со мной работать в том самом Ренессансе. Двое подопечных умерли у меня, ну, как у меня, они умерли у себя, но я с ними работал. Один в трезвости сердце отказал, а второй прям парень сорвался, и не выдержал, не выдержал, за неделю сгорел и умер. В общем, было много чего, как в книге написано, было много комического, трагического. Все это время я продолжаю понимать, что, ну, слава богу, цель в жизни остается, любимая моя Батьянская группа всегда остается, и как бы я себя не чувствовал, я знаю, что я могу вдруг оказаться кому-то полезен. Очень много бывает таких вот времен, когда кроме дисциплины просто уже больше ничего. Вот ничего нет, руки опущены, голова пустая, желания выздоравливать нет, желания бухать тоже нет, вот все, вакуум. Это я вслух говорю, там, я сейчас забухаю, я никуда не забухаю, никуда я не забухаю, потому что я не хочу и не могу и не буду. Но желание что-либо делать, как-то двигаться в жизни, он немножко говорит, планы, да никаких планов, ничего нет. И у меня это, к сожалению, довольно часто происходит. Ну, единственное, что остается, это ответственность и дисциплина. То есть я просто понимаю, что как бы, ну, надо идти, надо идти. И, ну, кто меня знает, знает, что я часто прихожу сюда с такой деревянной рожей, потом посижу, посижу вроде, потихонечку, потихонечку, что-то услышал, кто-то что-то сказал, началось обсуждение в группе, что-то пошло, новичок пришел. Очень люблю свое вот это самое простенькое служение, если это вообще можно назвать служением, потому что мой там телефон в интернете, да, вот, ну, кто ищет батьямскую группу. Вот, ну, очень часто, когда уже башню срывает окончательно, вот сидишь, думаешь, все, все, ну, не хочу ничего. Вдруг звонок, а он, вот, здравствуйте, у вас в батьяме группа есть, а вот я пью, я говорю, ну, здорово, хорошо, что позвонил, приходи, и так далее. Благодарен вам очень, благодарен всем, кто мне помогал, благодарен всем новичкам, которые сюда приходят, очень благодарен жене, что она меня выдерживает, вот. Я все, когда мечтал, когда буду отмечать там большие сроки трезвости, я все мечтал там родители, вот это все мне так представлялось, дочка, к сожалению, с дочкой дела плохи, девчонка больна, и я могу только отстраниться, больше ничего я пока сделать не могу, а родителей уже нет. Вот, кстати, еще один тоже показатель, я считаю, достаточно суровое мероприятие, похороны самых близких людей, родителей, и я делал это, у меня было два с небольшим года трезвости, когда мама умерла, а чуть позже папа. Трезво меня это все прошло, с вашей помощью. Вот, вы продолжаете мне помогать, я понимаю, что вы мне нужны каждый день моей жизни, я понимаю, что мне нужен Бог каждый день моей жизни, я это все, ну, как бы, настолько уже устаканилось, уложилось, что это, как бы, неотъемлемые части. То есть отсюда следует выводить, что вряд ли вы меня отсюда в корости выгоните, придется вам рожу мою очень терпеть какое-то время здесь. А вам я очень благодарен за свою трезвость, я и мечтать не мог о том месте, в котором я сейчас нахожусь, и которым я недоволен. Так вот, еще пару лет назад я об этом месте и подумать не мог, и мечтать не мог. Спасибо, я трезво сегодня. Спасибо, что вы слышали. Спасибо большое.